Вопрос от подписчиков Как я докажу бессмертие Духа и существование духовного тонкого мира? Первое. Просто уберите такое понятие и название, как «время», придуманное людьми в бесконечном пространстве. И к какому краю вы бы ни пришли, этот край не мог взяться из ниоткуда, и он откуда-то появился, и так до бесконечности. А это значит, что нет прошлого и будущего, а есть временное состояние Души. Это и доказывает бессмертие Духа. Ты есть то, что ты есть. Это правильная мысль. И если нам кажется, что наша жизнь идет, протекает медленно, то по вселенским меркам в бесконечном пространстве бесконечных миров наша жизнь, наша вся история, как один миг, один хлопок. А это значит, что, по сути, нас уже давным-давно и нету. Но мы есть. И это еще раз доказывает, что это лишь временное состояние Души. Второе. Если есть жизнь, значит, нет смерти. Значит, из смерти появилась жизнь. Отмотайте всю нашу историю, историю создания, мироздания, вселенной назад, и вы поймете, что смерти нет. Просто одно перетекает в другое, перерождается заново. Далее. Существование духовного тонкого мира. Просто разложите любую грубую форму, материю на мелкие частицы. И эти частицы на еще более мелкие. Или отмотайте назад всю нашу историю, возникновение, мироздание, вселенной. Также разложите на мелкие частицы. И вы поймете, что за всем этим стоит нам невидимое, нашему зрению. И это и есть духовный тонкий мир, который движет всей материи. А не видим мы, духовный тонкий мир, потому что у нас атрофировалась шишковидная железа или третий глаз. Но мы все равно можем нашим простым зрением видеть мелкие частички пыли, например. Так же многие из нас более-менее могут видеть ауру человека. Самое простое, видимое из которых – это эфирное тело, которое полностью повторяет наше тело. Это электрическое тело. И передайте всем, атеистам мира, от меня большие приветы. Потому что после просмотра этого видеоролика ни одного атеиста не останется. Продолжение следует...